Дворец гимнастики собрал В Могилеве сильнейших атлетов страны Они боролись за право не только Встать на Могилевский пьедестал Но и получить путевку на стартующий В начале октября чемпионат мира в Китае Мини-футбольный форт И гандбольная Машека Хоккейная команда Могилев В Беларуси массово стартовали чемпионаты страны О первых результатах Расскажет Спорт-М Оксана Менькова Олимпийская чемпионка из Кричева Спорт-М рассказывает о звездах спорта Которые живут рядом с нами Далее об этом и другом Более подробно прямо сейчас расскажет Программа Спорт-М спорт Могилевской области Приветствуем вас Более 70 спортсменов из Беларуси А также несколько представителей из Литвы Приняли участие в открытом чемпионате Республики по спортивной гимнастике Турнир, который является последним стартом для гимнастов Перед чемпионатом мира 2014 Он в свою очередь станет первым отборочным этапом К Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро Удивить никто не удивил Потому что гимнасты просто так С ниоткуда не появляются И мы всех их знаем И знаем их силы Просто немножечко, конечно, есть озабоченность У нас, как бы, у руководителей белорусской гимнастики И у главного тренера Что они чуть-чуть, по его мнению, припаздывают С подготовкой к чемпионату мира Правда, в ближайшие недели ребята должны еще набрать форму Потому не форсируют события Ну, сейчас период подготовки идет к чемпионату мира Конечно, сложно пока Потому что еще не до конца вошел в форму Сходя из этого, это же пока тяжеловато То есть через недельки-три Как раз во время чемпионата мира Возможно, будет пик формы Ну, я надеюсь на это Что подойду как раз в лучшей форме Чем на данном период времени Дмитрий в Могилеве отработал свою программу на отлично Чтобы стать победителем республиканского чемпионата Однако сам считает, что его нынешнее состояние Пока еще далеко от оптимального для выступления на чемпионате мира Скажем так, троечку Пока троечка Надо работать, чтобы было лучше Тогда такой вопрос на чемпионат мира Какую задачу для себя ставите? Сложный вопрос Но исходя из того, что нас оценивают судьи Сделать все на то, что я способен Что поценили достойно И там уже будет зависеть от них 26 сентября Национальная команда по спортивной гимнастике Отправляется в китайский Нанинг Задача попасть в число 24 лучших Эти места позволят в дальнейшем побороться За путевки на Олимпиаду В первые выходные сентября Были сыграны первые матчи нового сезона В чемпионате страны по мини-футболу Могилевский «Форта» свой дебютный поединок Проиграл Минскому «Динамо» со счетом 3-5 Фрагменты этой игры на ваших экранах В большом футболе клубы области Провели очередные поединки Во второй лиге чемпионата Беларуси Шкловский «Спартак» принимал Оршу И проиграл 1-2 Осиповичи на выезде были сильнее Ждановичей 2-1 Наши команды на данный момент В середине турнирной таблицы Главный же неудачник Высшей лиги Могилевский «Днепр» Воспользовался паузой в чемпионате страны И провел товарищеский матч Наша команда отправилась к Гомелю И сыграла в ничью 1-1 Напомним, в эти выходные стартует второй этап чемпионата страны Высшей лиги В Днепр воскресенье на выезде играет с Гродненским «Неманом» Хоккеисты Могилева стартовали в чемпионате страны с крупного поражения Выезд к Жлобинскому «Металлургу» изначально не сулил ничего хорошего После первого периода «Львы» проигрывали 0-3 Правда, не успела стартовать вторая 20-ти минутка Как и в воротах хозяев была заброшена шайба С передачи Дениса Сергеенко отличился Владислав Грядюшко Ну а дальше вновь пропускали мы финальная сирена и тоже 1-8 Дальше у Могилева выездная игра с Гомелем И первая домашняя встреча против Витебска Будем ждать побед Взяла на неделе старты молодежная хоккейная лига Наш полпредбобруйская команда «Динамошинник» Начала сезон домашней серии Первая встреча против московского «Спартака» Завершилась поражением в серии «Булитов» 3-4 Второй поединок с еще одной московской командой «Красной армии» Повторился почти под копирку Вновь поражение по «Булитам» 2-3 Ну и третий поединок против «Амурских тигров» из Хабаровска Здесь уже удача была на стороне хозяев площадки Победа в овертайме 4-3 Уже во вторник четвертая игра с «Сахалинскими акулами» После чего «Шинники» отправятся на выездную серию Смотреть на турнирную таблицу будет смысл туров через 10 «Спорт М» продолжает рассказывать о звездах спорта Звездах, которые всегда рядом Сегодня в рубрике «Персона» Оксана Менькова и жители областного центра Которых нашла наша видеокамера Вспоминаем о ярких мгновениях нашего спорта вместе Оксана Менькова – олимпийская чемпионка 2008 года в Пекине Легкая атлетика Если не ошибаюсь, Оксана Менькова родилась в городе Кричев Кричев? В Кричеве По-моему, это в городе Пекин В Пекине, которая, я не знаю Молот, ну это такое, что Оксана Менькова запускала Ну это такой шар, который она бросает, метает А молот – это такой металлический шарик К нему еще, как сказать, такой металлический провод И раскручивается спортсмен и кидает Оксана Менькова – олимпийская чемпионка в метании молота Родилась будущая звезда в городе Кричеве Родители мечтали, чтобы Оксана стала врачом А она втайне от родителей И в свободное от учебы время бегала в спортивную секцию Одну, вторую Перепробовала разные виды спорта и дисциплины Пока не увидела молот На Олимпиаде в Пекине в финале она метнула его На 76 метров 34 сантиметра Недостижимый для всех остальных результат Учитесь быть сильными, любите спорт Ставьте перед собой цели и достигайте их А Спорт М расскажет И последнее В Беларуси взял старт чемпионат страны по гандболу К сожалению, свой дебютный матч Машека проиграла Но будем надеяться, что все у команды в этом сезоне сложится Это была программа Спорт М, Спорт Могилевской области Увидимся на Беларусь 2 Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова